Гагаузия погрузилась в полномасштабный бюджетный кризис, который, судя по всему, является следствием институционального кризиса в автономии. Уже третий месяц не принимается бюджет на 2021 год. Мы неоднократно поднимали эту тему в эфире наших передач «Ноктаток» и «Нокталайф», чтобы предоставить полную картину происходящего по этому вопросу. Мы приглашали экспертов, депутатов, членов исполкома, представителей исполкома, к слову сказать, всегда отклоняли наши приглашения. Но с радостью принимали приглашения телеканалов, сайтов и интернет-порталов подконтрольных Ирине Увлаху. Уже третью неделю члены и даже сотрудники исполкома гастролируют из эфира в эфир с одинаковыми методичками, рассказывая, что депутаты нарушают закон, хотя хотят закрыть все социальные программы, оставить детей и стариков голодными, а исполкома во главе с Ириной Увлах стоит на страже закона и не дает сократить социальные программы. Дело в том, что ни один политик, желающий переизбраться и обеспечить свою долгую политическую карьеру, не будет против поддержки граждан в кризисный период. Проблема в другом. Для того, чтобы помогать, надо иметь источник финансирования. В случае с Гагаузией деньги, денег брать неоткуда. Можно сколько угодно делать вид, что кризиса нет, лить людям в уши, что мы живем в раю, но сколько, не повторяя слово мед, во рту слаще не станет. В бюджете автономии в прошлом году образовалась огромная дыра почти в 200 миллионов лей. Это те налоги, которые не удалось собрать. Долги исполкома перед примариями по капитальным вложениям тянутся еще с 2019 года. И это только то, о чем мы знаем. Некоторые примарии рискуют получить судебные иски из-за невыполнения своих кредиторских обязанностей перед подрядчиками по проектам капитальных инвестиций. Нужно понимать, что 2021 год это посткризисный год. Согласно прогнозам, рост экономики в 2021 году по сравнению с 2020 годом возможен, но не более 4%. Несмотря на это, исполнительный комитет Гагаузии предложил проект бюджета на 2021 год в размере 1 миллиарда 150 миллионов лей, содержащий повышение расходов по сравнению с 2020 годом, а также содержащий дефицит в 143 миллиона лей. Большинство депутатов Народного собрания в течение двух месяцев отказывались утверждать дефицитный бюджет и в конце января приняли контрольные цифры без дефицитного бюджета в сумме 1 миллиарда 6 миллионов лей. В ответ на это исполком предложил свой изначальный проект бюджета в 1 миллиард 150 миллионов лей, но уже без дефицита. Ловкость рук и никакого сами знаете чего. Дефицит, предлагаемый изначально, ушел в раздутые доходы. Так, по оценке экспертов, сумма доходов центрального бюджета Гагаузии на будущий год завышена примерно на 170 миллионов лей. Речь идет, прежде всего, о налоге на прибыль и налоге на добавленную стоимость, по которым исполком в 2021 году планирует получить аж в два раза больше, чем в 2020 году. Эксперты в сфере финансов говорят о том, что реальные цифры бюджета Гагаузии на 2021 год должны быть на уровне 950 миллионов лей. Но исполком планирует почти на 200 миллионов больше. Таким образом, в 2021 году в бюджете Гагаузии может быть недобор примерно в 200 миллионов лей. Примары и депутаты утверждают, что завышенные показатели по доходам могут обернуться в долги. И здесь все очень просто. Исполком планирует потратить больше, чем может собрать доходов в региональный бюджет. А когда тратишь больше, чем получаешь, то влезаешь в долги. Исполком обвинял Народное собрание Гагаузии в том, что НСГ не соблюдает закон. Но по увлажению Гагаузии Народное собрание не должно рассматривать проект бюджета, предлагающий увеличение бюджетных расходов без указания источников финансирования. Два месяца в Народном собрании рассматривался именно такой проект бюджета, предлагающий увеличение расходов без указания источников финансирования. Исполком говорил, что может взять кредит, но не говорил где и на каких условиях. Почему Народное Собрание вообще тратило время на анализ и обсуждение такого проекта бюджета, если по закону они не должны его рассматривать и вернуть обратно? Почему они этого не делали, сказать сложно. В этой ситуации интересно наблюдать за тем, как исполком в нарушении закона, предложивший увеличение бюджетных расходов без указания источника финансирования, обвиняет Народное Собрание в нарушении закона. Это высший пилотаж пропаганды. Более того, исполком использует бюджетную комиссию Народного Собрания, чтобы навязать Народному Собранию свой бюджет и убедить депутатов отказаться от своего собственного решения о контрольных цифрах бюджета на уровне 1 миллиарда 6 миллионов лей, принятых в конце января этого года. Чудеса политической манипуляции не иначе. Речь идет о комиссии, которая не собиралась долгое время, из-за чего исполком обвинил Народное Собрание в нарушении процедуры, поскольку комиссия не дала свое заключение на проект бюджета. По логике вещей, эта комиссия должна была еще два месяца назад вернуть проект бюджета исполкому и сказать, уважаемый исполком, ваш бюджет составлен в нарушении закона. Народное Собрание не может его рассматривать, поскольку он предлагает увеличение бюджетных расходов без указания источников финансирования. Возьмите, пожалуйста, ваш проект бюджета обратно и доработайте его. Но вместо того, чтобы отстаивать законные интересы и интересы Народного Собрания, бюджетная комиссия начала продвигать политические интересы исполнительного комитета. Слабость Народного Собрания объясняется очень просто. Это не профессиональный орган. Большинство депутатов работают там на непостоянной основе. Поэтому они не могут обеспечить соблюдение законодательства со стороны исполкома и не могут отражать информационные атаки на депутатов. Эта ситуация очень сильно дискредитирует каждого депутата в отдельности и Народное Собрание в целом. Народное Собрание должно стать профессиональным органом. Кто-то скажет, что это дорого и на это нет денег, но как говорил в свое время Наполеон Бонапарт, народ, не желающий кормить свою армию, будет кормить чужую. Применительно к Народному Собранию это можно перефразировать следующим образом. Если мы не желаем содержать профессиональное Народное Собрание, то будем содержать Народное Собрание с депутатами и волонтерами, многие из которых используют свой депутатский мандат для продвижения своих бизнес-интересов. А также будем содержать неподотчетный исполнительный комитет во главе с неподотчетным Башканом Гагаузи. Субтитры создавал DimaTorzok